Но это опять-таки полный бред, что вопрос. Врачи советуют, гинекологи советуют девушкам как можно больше активности, интимной, половой активности. Якобы для здоровья. Это опять-таки провокация, опять-таки для того, чтобы уничтожить. Понимаете, здоровье не связано с сексуальной активностью или нет. Это просто, знаете, как не только врачи, юристы, а психологи тоже рекомендуют. Несколько лет назад была выпущена книга, где тысячи лучших психологов мира делают рекомендации, как и что. И там у них такой вывод, суть весьма интересная. Они, тысячи лучших психологов мира, значит, это опять-таки давление психологическое на человеческое сознание. А тысячи самых лучших, понимаете, самых лучших рекомендуют. Что они рекомендуют? Они говорят, что стресс сокращает жизнь. Правильно? Правильно. Действительно, каждый стресс разрушает организм и, естественно, жизнь сокращается. Секс снимает стресс. Теперь вывод. Для того, чтобы продлить свою жизнь, интересно, больше секса. То есть, говорят, что уже не должно быть любви. Значит, получается, хочешь жить долго, понимаете, да? Желательно, не прекращая. Но это же полная ложь. Во-первых, потому что даже при интимной близости, даже когда любовь есть, затратится очень большой потенциал. А не наоборот. И если бы хотя бы они были честными, то они бы сказали бы, в реальности те, кто в прошлом были, даже сколько приводится примеров, которые были распущены сексуально, они в 30 лет были, как старики, они сжигали себя полностью и так далее. Если бы это было так хорошо, они должны были жить до миллиона лет, да? На самом деле, они сжигали и превращались и моральных, и нравственных уродов, не только болезни получая, но они уже в 30 лет были стариками. Значит, если активность сексуальная должна быть хорошая, то они должны жить долго. Нет. Ложь. Для чего? Для того, чтобы заставить людей делать то, что нужно им. То есть разрушать себя, разрушать генетику, разрушать здоровье нации. Вот для этого распространены такие вещи и рекомендации врачей, что вот, типа, девочка начинает, типа, чуть ли не с 9-летнего возраста, давай вперед, да? Но это маразм, потому что действительно любая близость между мужчиной и женщиной приводит к тому, что остается отпечаток. Мужчины вплоть до психических, генетических болезней передаются детям. Вот если десяток партнеров или сто партнеров, представьте, что соберет женщина и какой ребенок у нее потом родится. Для этого не нужно ходить хорошо далеко. В Штатах, где сексуальная революция прошла 25 лет назад, в 70-х годов, знаете, да? Сейчас практически здоровых детей вообще нет. То есть все больные так, что иммунности полностью отсутствует. В России по другим причинам были, а сейчас хотят, чтобы еще эта причина добавилась. Ну, вопрос нужно объяснять, разъяснять, чтобы этого не произошло. Думаю, и так. Продолжение следует... Следует...